Финальный заезд этапа индивидуальная гонка для сборной Беларуси по танковому биатлону. Сейчас у наших военных третье место в общекомандном зачете. Надо сказать, что при нынешних скоростях соревнований это настоящий подвиг. Трудно поверить, но итоговое время прохождения трассы за пять лет уменьшилось на 10 минут. То есть танки научились выжимать более 70 км в час. Если о некоторых командах говорят, что там не обошлось без хитрости инженеров, то у сборной Беларуси точно только один секрет. Люди и их желание победить. Сегодня они соревновались еще и с погодой. Дождь, который шел всю ночь, превратил трассу в глиняное месиво. Но для белорусских танкистов это точно не преграда. Пока основной противник, танк китайской команды, курит, наши проводят предстартовое совещание. Приказ, несмотря на дождь и ветер, стрелять точно в цель. Командный настрой вселяет надежду. Настроиться на победу помогают и болельщики. Поддержка с трибун слышна даже еще до старта. Беларусь! Беларусь! Уже на старте видно, наши танки грязи не боятся. Филигранное прохождение первого препятствия «Змейки» и стопроцентная меткость на первом рубеже. Условный танк противника расстрелян подчистую. А в это время у сборной Китая первая осечка. Штрафплощадка за ошибку на эскарпе. Беларусы, не сбавляя скорость, уже на втором огневом рубеже. 15 патронов на вертолет. Но датчик-индикатор не срабатывает. У беларуской команды тоже штрафной. Всегда хочется высокого результата, быстрости, хорошей скорости. Но в душе немножко есть такое, затаиваться. Сенсуально я наблюдал поражения, также наблюдал наводчик с механиком, который помогает в ходе среды корректировать сам огонь. Это потом станет известно. Наш танк все же поразил мишень. Представители судейской коллегии по требованию беларусов выезжали на трассу. Убедились лично. Выстрел в цель. А индикатор не сработал. Дождь мог просто промочить фаер. В ходе выезда в поле были обнаружены поражения. Соответственно, время после заседания судейской комиссии будет уточнено. И время штрафного круга будет убрано с общего времени прохождения нашей экипажей и трассы. А это минус 52 секунды. Для соревнования на скорость это много. Но теперь уже точно можно сказать. У нашего экипажа лучшее время. Наша сборная уже точно в полуфинале. Теперь команды сразятся в эстафете. На трассу выйдут сразу три белорусских экипажа. Дата полуфинала будет известна уже завтра. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Полигон Алабина. Московская область.